А сейчас прямо тогда поговорить с нашими коллегами. Евпатория на связи. Владимир Путин предложил внести в Конституцию Российской Федерации ряд поправок. Об этом сейчас поговорим с Анастасией Бугреевой. Она на прямой связи с нашей студией. Тоня, доброе утро. Как Евпатория относится к корректировкам? Доброе утро, коллеги. Корректировки, предложенные президентом, сейчас активно обсуждаются и в нашем городе. Со мной в студии депутат Евпаторийского городского совета Василий Билан. Василий Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Список органов власти, которых касаются поправки, это в том числе и местное самоуправление. Но начать хочется с идеи Владимира Машкова о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территории России. То есть отдавать нельзя, и тем более говорить на эту тему тоже нельзя. Я думаю, что пройдет время, забудутся роли Владимира Машкова, и в памяти людей останется его поправка к Конституции. Эта поправка кардинально меняет сегодня отношение к России на Западе. Средства массовой информации Японии, Европы, Америки вовсю обсуждают это новое положение Конституции. Что это даст? Это уже сегодня даст понять западным, восточным нашим друзьям то, что на территорию России претендовать нельзя. О том, что Курилы вечно будут российскими. О том, что Калининград вечно будет принадлежать России. О том, что все попытки Латвии и Литвы оторвать по кусочку от нашей российской земли обречены на полный провал. И самое главное, это означает то, что крымчане могут жить спокойно. Вот я так понимаю, это мое личное мнение. Может быть оно несколько резкое, но вот так. Мы перейдем к местному самоуправлению. Появляется термин «публичные власти». А что это дает? Ну, это дает уверенность российского народа в том, что решения, которые принимает элита, они направлены на благосостояние своего народа. А не лондонского какого-либо района. Ни Америки, ни Канады, ни Швейцарии, ни Европы. Люди, которые стоят во власти, они должны быть перед народом чисты. У них жены должны лечиться в наших поликлиниках, дети учиться в наших университетах и оставаться работать здесь. Я думаю, что это будет не скоро, потому что начинать, наверное, будут сверху с президента, а потом потихонечку распространять и увеличивать как бы сферу его деятельности. Но это должно быть. Люди должны жить и бороться для своей страны. Но корректировки касаются еще и пенсионной системы. Что такое солидарная система, вот в данном случае, как ее понимать? Солидарная система пенсионного обеспечения – это система, при которой сегодняшние работники вносят взносы в пенсионный фонд и обеспечивают пенсиями своих старших отца, мать и так далее. Потом, когда они подрастут, другие молодые люди будут обеспечивать их существование в пожилом возрасте достаточными средствами. В этой проблеме есть очень много вопросов. На сегодняшний день у нас хотят, чтобы была не только солидарная система, а и система государственных пенсионных фондов, и личное отчисление каждого трудящегося. Но за многие годы доверие к власти утеряно. И поэтому не каждый человек согласится на такое решение, не каждый человек, к огромному моему сожалению, верит в свое светлое будущее. Василий Васильевич, спасибо вам большое, что пришли к нам утром в эту студию. Коллеги, ну а я передаю вам слово. Большое спасибо, Тоня. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. На связи была Евпатория и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Антонина Бугреева.